Продолжение следует... 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 Как метод обезболивания при проведении гипертермической абляции Целью нашего исследования, целью этой демонстрации Являлось изучить эффективность и безопасность Грудной паравертебральной блокады в сочетании с внутриартериальной анестезией При проведении через кожную ангиографически ассистированной микроволновой абляции опухоли печени Процедуру микроволновой абляции мы традиционно выполняли на ангиографической установке Artis Z4 компании Siemens под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии Несколько слов о преимуществах по ДКТ Почему мы ее используем очень широко и всячески рекламируем Потому что эта технология имеет ряд неоспоримых преимуществ В первую очередь по сравнению со спиральной компьютерной томографией Во-первых, это открытый контур гентри Во-вторых, это очень высокое временное разрешение Очень высокое пространственное разрешение И доступность для практического здравоохранения Поскольку практически все ангиографы современные Экспертного класса оснащены этой технологией Ну и, наверное, основное Это то, что на сегодняшний момент По сути, по ДКТ это единственная технология Позволяющая выполнять стереотоксическую 3D-навигацию В режиме реального времени Таким образом, по ДКТ с функцией 3D-навигации В режиме реального времени Может использоваться как эффективная альтернатива Спиральной компьютерной томографии И КТ-скопии в повседневной практике В качестве системы для микроволновой абляции Мы использовали достаточно недавно зарегистрированный в России Достаточно эффективную систему микроволновой абляции Surblade Vision Medical производства Китая Сама процедура заключалась в том Что перед подачей пациента в рентгеноперационную Выполняется ему премедикация путем введения 100 мг тромодола И затем уже в рентгеноперационной положении пациента на животе Мы выполняли с целью прерывания симпатической иннервации печени Выполняли правостороннюю паравертебральную блокаду На уровне 7-го и 9-го грудных позвонков С использованием бупивокаина по 50 мг на каждый уровень Эту процедуру проводили либо, как рекомендовано Вот в приведенном справа исследовании Под контролем УЗИ Либо под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии После этого пациента переворачивали на спину И в классическом стандартном положении Уже осуществляли катетеризацию печеночной артерии Выполняли по ДГТ артерию гипотикографию И полученные данные использовали для визуализации опухолевых узлов И их таргетирования Эта технология широко используется нами И основными преимуществами является то Что можно визуализировать очень маленькие узлы В том числе, которые не видны при УЗИ И других методах исследования И, соответственно, эффективно их пролечивать Ну, непосредственно перед началом микроволновой абляции То есть, когда уже была установлена антенна в опухолевый узел В печеночную артерию вводили 50 мг лидокаина С целью дополнительной блокады уже парасимпатической эмировации Очеремного сплетения и нуждающего нерва Ну, вот справа я буду параллельно показывать пример Это один кейс Пациент с очень небольшим метастазом коваректального рака Который, не знаю, как тут Вот в этих перекрестиях, в трех проекциях он виден Так При анализе болевых ощущений Их оценивали по визуальной аналоговой шкале Стандартной, десятибальной И показаниям назначения пиодных анальгетиков И дополнительной седации считали возникновение болей Более четырех баллов по вот этой шкале Ну, вот здесь справа приведено Более приближенное изображение вот этого солитарного метастаза А на этом слайде мы видим, что его диаметр 6 мм И в данном случае эта опухоль не визуализировалась с помощью ультразвука То есть ее таргетирование было практически крайне затруднено без использования этой технологии Таким образом, у 15 пациентов выполнили микровановую абляцию 25 интерпанахематозно расположенных метастазов Диаметр метастазов составлял от 5 мм до 34 мм И в среднем составил 14 мм В результате интенсивность болей через одну минуту от начала подачи энергии Через пять минут от начала подачи энергии В конце процедуры составила всего 1,5 и 1,3 балла по визуально-аналоговой шкале Ни в одном случае не потребовалось назначение пиодных анальгетиков или глубокой седации Ну и вот здесь справа еще раз приведен пример, то есть каким образом устанавливается антенна Первым этапом после получения изображения мы можем планировать траекторию проведения различных аппликаторов Здесь в частности, ну естественно была антенна микроволновая в различных проекциях И для того, чтобы точно установить антенну в опухоли, естественно нам нужно, чтобы пациент был в сознании Чтобы он мог задерживать дыхание, потому что таргетировать узел диаметром 6 мм нужно достаточно точно Поэтому пациенты, находившиеся в сознании, могли адекватно выполнять команды оператора Что способствовало улучшению визуализации как во время сканирования, так и облегчало таргетирование опухоли И снижало риск случайного повреждения нецелевых структур Осложнения непредсредственно связаны с проведением самой лакорегиональной анестезии В том числе тошноты, рвоты, гипотонии, брадикардии или пневмоторакса Связанного с паравертебральной блокадой мы не наблюдали И вот здесь приведен уже контрольное по ДКТ сканирование Когда антенна была установлена непосредственно в близности от опухолевого узла Который был показан ранее И подтверждено тот факт, что проведение гипертермической абляции будет достаточно эффективным Ну и в конце процедуры выполняли повторное сканирование Также с внутриатериальным контрастированием И вот здесь четко видно, что вот этот узел, который был жизнеспособный Вот он в центре, а вокруг имеется некротизированная ткань Которая, соответственно, край абляции значительно превышает необходимые 5 мм А в данном случае составляет более 10 мм Таким образом, наше исследование показало, что сочетание грудной паравертебральной блокады И внутриартериальной анестезии является эффективным методом обезболивания При проведении ангиографически ассистированной микроволновой абляции опухоли печени Значительно снижающим потребность в эпиоидных препаратах И повышающим безопасность вмешательства Спасибо за внимание Спасибо, Павел Васильевич Спасибо Петербург, есть вопросы? Вот я вспоминаю монографию Александра Немного Продолжение следует...